Итак, всем привет! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мы продолжаем наш разговор о московском Спартаке, который сегодня объявил о переходе своего молодого воспитанника Степана Аганесяна в Оренбург. Да, переход на правах аренды, но, как сообщает пресса, там есть право выкупа. И это смутило многих. Многие мои коллеги, тот же самый Кузьмич, возмущаются. Почему так? Зачем? Ведь это молодой талант, могут упустить его. Но давайте обсудим эту тему и обсудим, какие перспективы есть у Аганесяна. Будет ли Оренбург выкупать его? И вообще, зачем был проведен этот трансфер именно в таком виде? Но сперва хотелось бы напомнить, что наш спонсор – компания Балтбет, и она предлагает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в закрепленном комментарии и зарегистрируетесь на сайте Балтбет, а также ведете промокод, который также указан в закрепленном комментарии к этому ролику, то вы получите бонус – три бесплатные ставки. Дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги ничем не рискует. Итак, во-первых, хотелось бы отметить, что, на мой взгляд, уход Степана Аганесяна в Оренбург – это одно из последствий закрытия второй команды. Ну, потому что раньше этот талантливый атакующий хавбек выступал в двойке, но, как известно, Спартак решил реструктуризировать свой бюджет, и вместо того, чтобы слить парочку ненужных футболистов и попытаться с ними разорвать контракт, они взяли и закрыли двойку. Второй состав, на который уходило меньше денег, чем, по-моему, зарплата Кутепова, или зарплата Зобьина, ну, не суть важна, не такие большие бабки, но зато молодые футболисты получали опыт. И сейчас, понятное дело, что далеко не каждого игрока из дубля можно подтянуть к основе, потому что основа, ну, как бы, у нее места ограничены, она не резиновая, нельзя взять весь второй состав Спартака и перепихнуть его в первую команду, это абсурд. Может быть, подтянут там Шитова, кого-нибудь еще, но большинство пойдется либо отдавать бесплатно куда-то, если с кем-то не по пути, а самых талантливых будут отдавать в аренды, чтобы они там уже получали опыт, раскрывались, развивались и так далее. Поэтому, с одной стороны, ситуация понятная. В Спартаке и без Аганесяна полным-полно атакующих хавбеков, там и Промесса, и Игнатов, и все остальные, и вот тот же самый Зиньковский пришел. Ну, понимаете, здесь у Степана, откровенно говоря, было мало шансов пробиться в стартовый состав Спартака или хотя бы выходить со скамейки запасных. Да, в прошлом сезоне его периодически подтягивали к первой команде, но, сами понимаете, это был просто символический жест. По факту, Аганесян толком не играл за основу, и сейчас ему 20 лет. 20 лет — это, конечно, уже такой характерный возраст. Отправлять его в молодежку Спартака, ну, это будет для него серьезным ударом, потому что одно дело играть в ФНЛ, другое дело выступать в молодежном футболе. Но это уже давно пройденный вариант, скажем так. Отправлять его в другую команду ФНЛ, ну, наверное, не совсем логично, потому что игрок не получит дальнейшего развития. В Спартаке, в РПЛ, он получит считанные минуты в следующем сезоне, если вообще получит, и, скорее всего, будет по большей части сидеть на скамейке запасных. Поэтому был единственный логичный вариант отдать его на правах аренды в другой клуб российский Премьер-Риге. И вот тут появляется Оренбург. И, на мой взгляд, сам по себе этот коллектив может быть перспективным местом для как раз-таки молодого спартаковца. Потому что, во-первых, в Оренбурге не все просто с атакующими футболистами. А Органесян, напомню, это универсальный игрок, он оба фланга может закрыть, даже в центре нападения сыграть. Так вот, в Оренбурге все эти позиции проблемные. Потому что Фемея взял и отправился в Рубин. Вот так вот, знаете, забавно. Команда вышла в высшую лигу Оренбург, а один из лидеров Оренбурга перешел в Рубин, который отправился на понижение. Ну, не знаю, может, денег больше предложили или еще что, но забавно. Арша Карян, например, который является коллегой Оганесяна по фланговой игре, он арендован был Оренбургом у Химок. И не факт, что он продолжит выступать в Оренбурге, может, Химки как раз решат его вернуть. Тут еще, опять же, непонятно, будет он играть дальше в Оренбурге или нет. Нет, Обухов нападающий, но ему на днях продлили дисквалификацию. Поэтому здесь вариантов в составе у Оренбурга очень мало в атаке. Им, конечно, нужен новый атакующий хавбек, и вот тут появляется Оганесян. То есть и для клуба польза. И сам Оганесян может получить, если не место в стартовом составе, то хотя бы место в плотной ротации. Он будет не сидеть на скамейке запасных, а все-таки играть. Это, несомненно, плюс. Так что здесь, в принципе, ситуация достаточно логичная. Как я уже сказал, Оганесян, на мой субъективный взгляд, уровень ФНЛ, наверное, уже преодолел. 35 матчей у него было в прошлом сезоне, 6 мячей и 10 голевых передач. Статистика не запредельная, но, как мне кажется, сейчас он уже, ну, как бы бьется об потолок развития ФНЛ. Поэтому отправлять его во вторую по силе лигу не было никакого смысла. Нужно было искать клуб РПЛ, чтобы он здесь через конкуренцию, через борьбу попадал в состав, играл, работал, набирался опыта. Поэтому здесь все логично. В принципе, если бы не было опции выкупа, наверное, никто бы и слова не сказал касательно данного переезда, потому что он абсолютно логичен. Но всех возмутила опция выкупа. И вот каково мое мнение на эту тему? Почему Оренбургу дали эту опцию? Видимо, на Оганесяна все-таки было не так много покупателей. И не так много покупателей, которые гарантировали бы стабильное место в основе. Или хотя бы стабильную игровую практику. Скажем так. Потому что если мы посмотрим на большинство команд РПЛ, там, в принципе, сейчас хватает крайних хавбеков, атакующих хавбеков и так далее. Даже если мы берем, ну, скромные коллективы, там все равно есть кем играть. А вот Оренбург сейчас, ну, не то чтобы с оголенным составом, но у них очень мало атакующих полузащитников. И поэтому здесь они могли гарантировать определенные игровые минуты Оганесяну. И, возможно, в этих условиях Оренбург был единственным таким вот местом для продолжения карьеры этого молодого футболиста. Но, так как Оренбург был таким хорошим местом для работы Степана, как видим, у них была возможность надавить на Спартак, и в том числе потребовать вот этот вариант. Что если он нам совсем понравится, у нас есть право первоочередного выкупа. Именно так указывается все в прессе. При этом хотелось бы отметить, что здесь сама по себе фраза первоочередной выкуп, она не означает, что там прописана какая-то опция с конкретной суммой. Что, допустим, за полмиллиона евро или за какую-то еще цену Оренбург может автоматически выкупить Степана. Это, скорее всего, говорит о том, что они имеют право в первую очередь предлагать какие-то варианты по этому футболисту. А Спартак имеет полное право отказаться. Ну, а в всяком случае, я так понимаю эту ситуацию. Таким образом, ситуация уже будет не такой закрученной и не такой тяжелой для красно-белых. В общем, мое мнение таковое. Ну, а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб-канал и следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну, а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну, и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше пяти-шести слов. Всем удачи, всем пока.